Сидния Собчак 20 мая раскритиковала президента Украины Петра Порошенко за указ о запрете в социальной сети ВКонтакте, чем в свою очередь вызвала волну критики в свой адрес. Обращение Собчак записала в эфире тоже запрещенного в Украине российского телеканала «Дождь». Цитирую. «Вы слили достоинства украинского народа в выгребную яму», — обращается российская телеведущая Порошенко. «Детей уже нет тут». Отлично. Можно сказать, как есть. Собчак, как и все ее дружки, эти полоумно-русские либералы, со своими их, извините, телеканалами, сайтами, радиостанциями, тусовками, просто нецензурщины и моральные уроды. И все. Написал в ответ ей журналист Айдер Муждабаев. Не менее грубой стала реакция российского публициста Владимира Голышева. Цитирую. «Исторический опыт показывает, что все, кто бросал войну соцсетям, проиграли. Я смотрю, молодая мама Ксения Собчак наращивает стилистическую мощь. К умному слову нелицеприятно». Добавилось совсем уж умное словосочетание «бросал войну». «Бросай фигню», не так, конечно, пороть, идиотка, иди ребенка кормить, написал он в фейсбук. Посмеяться над Собчак и решил и российский журналист Аркадий Бабченко. Цитирую. Ксения Собчака обратилась к Петру Порошенко, прямо и жестко указывая на то, какую яму президент Украины сам себе вырыл своим указом о блокировке социальных сетей. «Воевать в социальными сетями и мемоскими может только политические самоубийства». Ксения Собчак прямо и жестко указала Петру Порошенко, там еще что-то про Майдан. «Ой, все!» – с иронией написал в фейсбук Аркадий Бабченко. Но хотя было много и таких, которые, конечно, поддержали Ксению Собчак. Но это уже дела политические. На этом у меня все. Более детальная информация на... Продолжение следует...